Вала Щук СД пишет вам эссе, в жизни рок-н-ролл Вала Щук СД Всем привет! В пятницу побывал на концерте самой известной норвежской группы АХА Захотелось посмотреть на перформанс с конца 80-х-90-х годов На перформансе из 70-х я побывал, я имею ввиду концерт Глэна Хьюза из Deep Purple И вот теперь захотелось посмотреть на дискотеку 80-х Вспомнить, как зажигали под их песни комсомольцы и пионеры тех лет Ведь тогда это было очень свежо и круто И от такой музыки захватывало дух Хотелось ее слушать еще и еще раз И под нее прекрасно танцевалось Вот я и пришел, чтобы вспомнить молодость Действо происходило в Крокусе 22 ноября Народу набилось под завязку Чтобы многим лучше вспоминались студенческие дискотеки Из портера сделали танцпол Который был плотно заполнен поклонниками Народ был разношерстный, но в основном за 40 Горячие норвежские парни, играющие в стиле электропоп 80-х Приехали к нам, чтобы исполнить песни из своего дебютного альбома 1985 года Hunting High and Low И в первую очередь, конечно же, свою знаменитую Take on Me С которой они и начали концерт На сцене была вся тройка Мортен Харкетт, вокал и гитара Пол Воктор Совой, гитара, синтезатор и бэк-вокал И Магне Фурухольмен, клавишный и бэк-вокал Им также помогали сессионные музыканты Барабанщик, бас-гитарист и клавишник Фамилии которых мне неизвестны Помимо ударной установки На сцене были установлены 4 синтезатора На которых играли Фурухольм и сессионный клавишник А также Воктор Совой и бас-гитарист Которые также периодически откладывали свои гитары в сторону И становились за клавиши Музыка звучала неплохо Но не сказал бы, что очень хорошо Музыка не сложная Поэтому наверняка какие-то партии играли вживую Но использование фонограммной записи Было видно по включению перкуссионной поддержки барабанщика Ничего нового они не сыграли Но они еще до начала гастролей заявляли Что будут играть дебютный альбом Поэтому зрители получили именно то, что им и обещали У меня также не было никаких разочарований Так как я также шел туда с целью посмотреть на перформанс 80-х годов Чтобы вспомнить свои тогдашние ощущения и понять Как изменилось мое восприятие того времени и той музыки И самое главное Понять, как я теперь представляю современную музыку Понять, какой должна быть современная музыка Чтобы людям хотелось под нее хотя бы раскачиваться в такт Не говоря уже о том, чтобы зажигать или танцевать А не стоять и спокойно смотреть на музыкантов Как на музейные экспонаты Но плотно заполненный портер в тот день Именно стоял и спокойно смотрел на горячих норвежских парней Которые в свою очередь Точно так же спокойно стояли перед микрофонами И без особых эмоций смотрели в портер и пели свои старые песни Изредка на медленных песнях Портер включал фонарики в телефонах И помахивал руками в такт песни А люди в бельетаже и на балконе Просто сидели с задумчивыми лицами И пытались понять Неужели эта нехитрая музыка Так заводила их 30 лет назад Как же изменился мир И главное, как же изменились мы сами Если тогдашние хиты Уже почти не трогают никакие наши чувства Кроме памяти Спустя 40 минут Горячие норвежские парни Подутомились и пошли наперекур И через 20 минут Продолжили свой перформанс Что в концерте мне понравилось больше всего И чему можно у них поучиться Это видеоряд Кино показывали не на огромных штатных экранах По бокам сцены Которые обычно используют все музыканты в крокусе А сзади, в глубине сцены Чуть выше музыкантов Во-первых, такой подход не отрывает внимание зрителей От происходящего на сцене А во-вторых, очень хорошо подчеркивает музыкальные задумки Особенно если ты знаешь, о чем тебе поют Еще до выхода музыкантов Было запущено музыкальное интро То есть вступление И под него на экране Шел очень хорошо, оригинально и эстетично Сделанный графический мультфильм С городскими и скандинавскими природными сюжетами Подчеркивающий музыкальный стиль группы АХА Который когда-то критики называли именно Графическим холодным скандинавским стилем Во время концерта Каждая песня сопровождалась Отличным видеорядом То бегущей железной дороги То городского пейзажа То скандинавских красот То крупными изображениями Поющих и играющих в данный момент музыкантов Но в художественно обработанном виде То графически, то в дымке, то портретно Причем в разных ракурсах С этой целью По всей сцене было расставлено множество видеокамер Это была хорошая находка Очень сильно оживляющая Происходящее на сцене И придающая ему художественности В принципе концерт был неплохой Играли чисто, ну или крутили магнитофон Точно не скажу Публика была довольна Да и мы с супругой не ушли С ощущениями спорченного вечера Более того Я как начинающий артист Понял, как выстраивать видеоряд на сцене Если когда-нибудь доживу до собственных концертов Всем пока Волощух СД Пишет вам эссе Жизнь и рок-н-рол Волощух СД Жизнь и рок-н-рол Жизнь и рок-н-рол Волощух СД